Нужна какая-то еще дополнительная будет информация? Ну, хотелось бы более открыто. Это максимально открыто. Я даже не знаю, как здесь можно быть закрытым. Опять же, еще раз, вся информация про меня как сотрудника, вся информация про нашу компанию, она абсолютно в открытом доступе. Она не закрыта, она абсолютно в открытом доступе. Еще раз, давайте еще раз. Вы поймите правильно, лицензию Центробанка, Центробанк, а бы кому не выдает. Только компаниям, которые зарегистрированы, компаниям, которые действительно имеют право работать с фондовым рынком, с клиентами и так далее. Опять же, компания, которая работает с 95-го года, ну, давайте будем объективны, явно не мошенническая. Явно. Опять же, я вам не говорю верить не на своем, говорю, давайте просто познакомимся, посмотрим, ознакомимся. Если действительно этого для вас будет достаточно, здорово. Если не будет достаточно, будем уже говорить про то, что вам хотелось бы узнать. Просто еще раз, я вам честно скажу, в моей практике нету такого формата работы, как отправление своих данных паспортных. Объясню почему, потому что это просто не требуется. Так как, еще раз, вся компания полностью прозрачна. Работа наша полностью прозрачна. Опять же, еще раз, вы можете звонить на горячую линию нашего банка, спрашивать обо мне, есть ли такой сотрудник. Да, есть. Вас перенаправят ко мне. Опять же, добавочный мой также есть. И с нашей компанией также можете познакомиться. Можно физически познакомиться здесь, как вам официально удобно. Да, то есть это не громкие слова. Я понимаю, вы поймите правильно, я в курсе, что, к сожалению, действительно у нас в стране есть мошеннические всякие организации, всякие КПК и так далее. Я понимаю, что, возможно, действительно у вас был такой опыт, к сожалению, но вы поймите правильно, ну, есть, к сожалению, вот такие компании, которые маскируются. Есть такой нюанс. Ну, опять же, ну, что с этим поделать? Очевидно, если вас кто-то просит отправить кому-то деньги, очевидно, что это мошенники. Давайте будем объективны. Вот. Мы никому, никакие деньги не просим переводить, ни в коем случае ничего подобного. Более того, я вам больше скажу, если мы с вами работаем, мы работаем не через перевод денег, да, а через официальные коммерческие предложения, исходя из ваших параметров. Еще раз, у нас есть все для того, чтобы, опять же, как компания, вам показать. Все есть. А вы мне не можете денег выслать? Ну, как вам сказать, мы же банк, мы не благотворительная организация. Не, ну, получается, видите, я предложил, как бы, соответственно, я мошенник. В каком смысле? Ну, я сейчас предложил вам денег мне выслать. И что? Ну, значит, я мошенник. Не совсем понял. Ну, я вас прошу, чтобы вы мне выслали денег. Ну, если у вас там есть лишние. Нету. У вас бедная компания, да? А почему тут компания? Ну, у вас... Еще раз, смотрите, есть компания, вот, например, приведу пример, есть компания «Газпром». Ну, например, да, компания «Газпром» занимается чем? «Газпром», «Газпром», «Нефтью». Есть также компания, да, «Лукойл», например, даже тоже самое «Нефть», да, ну, опять же, вы поймете, правильно, они занимаются другой деятельностью. Есть благотворительные компании, есть благотворительные фонды, которые помогают, ну, возможно, людям, которым нужны финансы, да, людям, которым нужны деньги, возможно. Опять же, ну, вот, к таким компаниям, наверное, вот с этим вопросом стоит обращаться. Мы – компания, которая занимается все-таки коммерческой деятельностью. Любой банк – это коммерческая деятельность. Ну, вот, соответственно, ну, наверное, да, действительно, здесь не совсем по тому адресу вы обращаетесь. То есть просто так, ну, ни за что деньги, наверное, ну, вряд ли кто-то вам будет переводить. Если мы говорим про банковские услуги – это другой вопрос. Блин, понятно. Мы можем дать кредит. Я только не понял, а я-то вам зачем нужен? Ну, в первую очередь, смотрите, потому что у нас есть действительно очень выгодное обслуживание как по банковскому, да, так и по брокерскому обслуживанию. У нас есть варианты неплохие с доходностью, валютной доходностью. У нас есть вклад с валютами, да, то есть тоже можно рассмотреть. Есть также, помимо этого, очень выгодное предложение по картам банка, например, да, то есть, например, да, если вы обслуживаетесь в нашем банке, например, зарплату, да, получаете, то для вас есть бонусы определенные. То есть у вас, во-первых, вип-обслуживание, ну, много фишек. Я могу вам просто несколько вариантов отправить, чтобы посмотрели на WhatsApp. Так будет удобно? Нет, это как бы все понятно. Я просто не могу понять, я-то вам зачем нужен? Ну, как я и сказал выше. Буквально же вот секунду назад описал. Понятно, но я просто не хочу ничего никуда инвестировать. Вам не надо инвестировать, вы можете зарплату получать на карточку нашего банка. Это я тоже не хочу. Почему? Ну, меня другая устраивает карточка. Какая? Какая? Вот. Не могу сказать. Вы с какой целью интересуетесь? Ну, как, с прямой целью. Объясню почему. Потому что нужно же сравнить, опять же, если вы пользуетесь картой, смотря какой. Ну, в основном, насколько я знаю, это в основном карта Сбербанка. По картам Сбербанка особо-то бонусов нету. Ну, никаких. Единственное, какие там бонусы могут быть, если у вас подписка есть Prime. Да, то есть Prime там есть обычный и Prime Plus. Вот. В таком случае, да, там есть какие-то бонусы, ну, которым вы не пользуетесь. У нас же, например, да, есть повышенный кэшбэк, есть лимитированное обслуживание, например, для самолетов, перелетов. Да, то есть, ну, много вариантов. Много вариантов. Плюсов там действительно много. Плюс у нас есть разные пакеты. Да, услуг. У вас будет самый лучший. Вот, если будете обслуживаться вот в этом смысле в нашем банке. Ну, получать зарплату. Тоже варианты. Варианты. Опять же, если брать Сбербанк, ну, возможно, у вас Сбербанк. Там, ну, возможно, тоже есть неплохие условия, но, к сожалению, они без каких-то бонусов. У нас есть бонусы. Могу, знаете, как делать? Смотрите. Понимаю, что на слух, возможно, сложно. Давайте, может быть, какие-то реквизиты я отправлю. Просто посмотрите. Если понравится, здорово. Не понравится, ну, не понравится. Просто напишите, что не интересует. Ну, давайте. Просто, блин, честно говоря, мне столько много звонков поступает, что уже просто, ну, извините, надоели. Да я верю вам. Вы знаете, я вам больше скажу. Вот я в свое время, я в свое время дурак, случайно поинтересовался недвижимостью, покупкой недвижимости. В определенный момент мне уже это вообще быть перестало интересно, потому что я уже купил для себя. А мне до сих пор, вот, уже три года поступают звонки. Причем вот каждый день. Вот сейчас вот, например, кто-то начинает звонить, вот вы интересовались недвижимостью в Дубае. Елки-палки. Я говорю, ребят, я вообще не знаю про это. Вот мне вот звонят буквально каждый день. Слушайте, это на самом деле отмазки. Я вам объясню, почему. И даже ваш звонок, он не случайен. Но эта система такая. Вот смотрите, я почти через день интересуюсь проститутками. Да? Хоть-ка одна проститутка мне позвонила бы в течение, допустим, десяти лет и сказала, слушайте, вы там интересовались нашими услугами, давайте как-то, ну, вместе по сотрудничею. Ни одна не позвонила. Понимаете? Простите, пожалуйста, это уже, вы знаете, сложно сравнить, потому что это совершенно неофициальный бизнес, это совершенно неофициальная работа, поэтому здесь я не удивлен, потому что, насколько я знаю, вот такие вот подпольные всякие организации, которые вот занимаются вот этой черной деятельностью, они занимаются этим нелегально. Соответственно, там поддельные номера, скорее всего, это возможные мошенники и так далее. То есть здесь, я вам так скажу, я, конечно, не эксперт именно в данном вопросе, который озвучили вы, но я точно знаю, что вот именно такие нелегальные бизнесы, они не работают официально, соответственно, у них нет ни официального реквизита, ничего. Поэтому, теоретически, если бы они работали, например, в массажном салоне, возможно, они бы вам перезвонили, потому что это массажный салон, так как это то, что назвали вы, но, сами понимаете, здесь, естественно, ничего подобного быть не может. Ну, это логично. Ну, они же сейчас замкомуфлировались, понимаете, они сейчас эти, как их, эскортницы, ну, понимаете, а, допустим, мне нужен экскорт до магазина дойти до пятерочки. Ну, вот, и, ну, там, или до магнита, к примеру. Возможно, вам другие услуги нужны, потому что то, что называете вы, очень вряд ли вам нужно для того, чтобы дойти до магазина. Вот, не могу знать, не могу знать, могу только вот что сказать. Смотрите, ну, опять же, про это не знаю, в другой сфере работаю. Могу только, опять же, да, поговорить с вами вот на сферу, в которой работаю я. Опять же, повторюсь, давайте просто познакомимся, я вам реквизит отправлю, просто посмотрите. Ни к чему вас не призываю, просто посмотрите, если понравится, здорово, значит, попробуем, да, пообщаться. Не понравится, опять же, я ни в коем случае ничего не навязываю. Вот, у меня на этом всё, хочу вам пожелать доброго вечера, потому как у меня буквально через 6 минут встреча, вот, к сожалению, вынужден вас покинуть, но, опять же, если всё-таки будет интересно, то всегда жду обратную связь. Да, спасибо большое, добрый человек. Да, добрый вечер. Да, до свидания. Не, ну вы поняли, вообще, это просто атаст полный, блин, труба, блин. Опять мне кто-то позвонил. Работай с нами, вот, в области инвестиций, вот, ну, как я понимаю, вот, пока не начали, да, с нами активно работать. Вот, хочу уточнить, может быть, что-то не было понятно? Может быть, какие-то вопросы возникли? Подождите, а вам что, сотрудник не всё рассказал? Да вы понимаете, вот я почему и звоню, к сожалению, да, без уточнений, вот, и хотел уточнить у вас, да, почему так получилось, может быть, просто, скажем так, что-то, вот, скажем так, не зацепило вас? Ну, честно вам скажу, у меня просто пометка стоит, что с вами связывались, но вот конкретного продолжения работы с вами не было, всё. Вот почему, собственно, я решил вам перезвонить. Просто они меня попросили им денег перевести, я перевёл, но, как бы, ничего не произошло, получается, что они, как бы, меня кинули, понимаете? Подождите, Валерий, кто, кто, кому, что, какие деньги? Ну, вот вы сначала разберитесь со своими коллегами. Подождите, может быть, вам кто-то другой звонил, потому что я вам из банка звоню, я вам не звоню из... у нас такого нету, чтобы вы кому-то переводили деньги, ну, что вы? Я вам звоню из компании БКС, БКС. Ну, я понял. Ну, вот. Ну. У нас никто никому деньги не переводит. Ну, ваш сотрудник попросил, говорит, блин, мы сейчас нам поднимем денег туда-сюда, и в итоге, короче, что-то не сотрудника, короче, никого, и вот теперь вы звоните. Я думал, что вы звоните уже с выхлопом. Может быть, вы нас с кем-то путаете, потому что, смотрите, такого, во-первых, быть не может, во-вторых, ну, опять же, у нас так сотрудники не могут и не имеют права общаться с клиентами, потому как, ну, сами понимаете, это невозможно. И самое главное, если действительно вам звонили из нашей компании, да, вот, как вы говорите, сотрудник, в первую очередь, вы должны знать его фамилии, имя, отчество. Вот. Вот мне, например, Филипп Бойцов зовут. Филипп Алексеевич. Вот если бы вы сейчас не напомнили, как вас зовут, и я бы сейчас и не вспомнил. Хотя, в принципе... Вы можете сразу на горячую линию перезвонить нашей компании, вот, и вам сразу дадут всю информацию, меня с вами соединят. Более того, очень странно, потому что, ну, мы вообще, как сказать, работаем абсолютно официально, вот, и я вот, честно вам сказать, первый раз такое слышу, чтобы такая... Опять же, возможно, вы с какими-то мошенниками общались, которые, возможно, представились лица нашей компании, что крайне странно. Ну, вот, как я могу понять, что вы не мошенник, понимаете? Просто вы можете перезвонить в банк, назвать мою фамилию, имя, отчество, а я больше вам скажу, у меня есть инвекционный номер, назовите номер, и вас соединят со мной обратно. Вот и все. Очень просто можете понять. Горячую линию могу продиктовать, могу даже также отправить наш сайт. Горячая линия. Все очень просто, ничего тут сложного нет. Можете, если хотите, просто-просто, ну, как вариант, да, как вариант, можете прийти к нам в банк, в офис, я вам также отправлю все свои реквизиты. Прямо в банк я к вам выйду, и у вас встречу. Опять же, это опционально для вас. Как вам вот из этих всех вариантов удобно? Можете дистанционно, можете при встрече при личном в офисе нашего банка. Все очень просто. Как вам удобно? Еще вот такой момент. Я в тот раз, как бы, просил выяснить, откуда у вас мой телефон и мои данные. Ну, я вам честно скажу, Валерий, все очень просто, потому как дело в том, что, ну, опять же, вы понимаете, мы работаем с многими, да, компаниями, вот, возможно, действительно, вот, каким-то образом вот вас рекомендовали. Честно вам скажу, знать не могу, откуда именно ваши данные, но могу точно сказать, что если мои коллеги с вами связывались, возможно, вы как-то инвестициями интересовались, возможно, даже скачивали наше приложение, БКС Мир Инвестиций, возможно. Вот. На самом деле здесь тоже тайны никакой нету. Вот. Вот, честно вам скажу, у меня, я не вижу ничего вот этой информации, я ей не владею, поэтому врать вам не буду, но, скорее всего, вот какой-то из этих вариантов. А есть человек, который может мне конкретно сказать, откуда вообще у вас данные обо мне? Ну, данные о вас есть только номер телефона и ваше имя, вот. Опять же, повторюсь, скорее всего, вы пытались, возможно, пройти регистрацию, да, возможно, ее просто не закончили. Бывает такое. Вообще, обычно мои коллеги вам перезванивают в этом случае. Ну, видимо, опять же, да, вы изначально связались с какими-то мошенниками, возможно. Не знаю, не могу вам сказать. Вот. Что могу сказать точно? Смотрите, можем, знаете, как сделать? Если, действительно, вот этот вопрос для вас прям важный, мы можем сделать все, что можно. Мы можем с вами встретиться. Я работаю в проспект Мира, в офисе нашего банка. Вот. Просто познакомиться. Я постараюсь уточнить, да, про данные, про все, про все, и, соответственно, вам уже наглядно, возможно, даже какой-то отчет предоставлю. Каким образом, как, чего, почему. Можем так сделать. Ну, это будет слишком долго. И дорого для меня. Ну, почему дорого? Вы разве не в курсе, куда звоните? Ну, пока не в курсе. Я живу, есть такой город Певек. Так. И мне проблематично будет приехать. Сейчас, буквально минуточку. Буквально минуточку. Сейчас я вот хочу, может быть, есть отделение нашего банка у вас в городе. Сейчас, буквально минуту. Да. Пожалуйста. Певец, правильно? Певек. Певек. Певек, последняя буква К, Константин. Все. Так, скажите просто, а у вас есть какой-то рядом большой город? Магадан. А, Магадан. Ага, сейчас, минуту. Ну, мне тоже проблематично до него доехать. Сейчас, секундочку. Да, простите, сейчас я буквально, я просто в моменте пытаюсь ориентироваться. Так. Смотрите, именно в Магадане нету? Сейчас скажу вам, где есть. А помимо Магадана, может быть, какие-то другие города у вас есть? Крупные рядом? Не, нету. Мы просто всегда вылетаем оттуда. Но только до Магадана тоже еще надо доехать. Если у вас карта открыта, вы посмотрите просто, где Певек находится. Просто, видимо, мы с вашим коллегой уже разговаривали про то, что, блин, вы звоните не тому человеку. Я просто не знаю, откуда у вас мой телефон. Так. Так. Да, к сожалению, вот именно рядом с вами, да, отделения нашего банка нету. Вот именно рядом с вами. Представляете, какая трудность. Может, тогда вы к нам приедете? Можно и не приезжать, на самом деле, можно дистанционно работать. Вы можете, например, зайти на сайт нашего банка, да, и все, что вам нужно, это скачать либо приложение. У нас есть как БКС Банк, так и, например, БКС Мир Инвестиций. Это именно брокерский счет для брокерского обслуживания. Вот. Можете через вот два вот этих варианта, да, например, с нами сотрудничать, как вот вариант. Вот. Либо, либо я могу просто посмотреть, ну, ближайшее отделение к вам, потому что просто, к сожалению, пока именно в вашем городе нашего банка нету. И в Магадане тоже есть. Точно знаю, что... Сейчас буквально минуту скажу вам. Сейчас буквально минуту. Есть подальше, подальше. Вот. Но я не знаю, насколько вам будет это актуально, потому что вы сами говорите, что вам добираться не близко, далеко. Вот. Поэтому здесь на самом деле опционально. Вот. Как вам было бы удобно? Да не хотелось бы никуда мне ехать. Вот. Ну, вот я, как говорится, ехать не заставляю. Можем, знаете, как сделать. Смотрите, мы можем с вами познакомиться дистанционно. Я вам могу просто свои реквизиты оставить, да, с указанием, соответственно, наших онлайн-ресурсов, да. То есть это, во-первых, нашего сайта, вот, для, опять же, ознакомления. Ну, и, соответственно, помимо этого отправлю вам, как у нас приложение выглядит. Ну, и все. Познакомитесь, посмотрите, посчитайте о нас, о нашей компании. Вот. И, соответственно, уже будем о чем-то конкретном говорить. Объясню сразу, почему это может быть вам интересным. На самом деле все очень просто. В первую очередь, если мы говорим и про инвестиции, и про просто банковское обслуживание, у нас одни из лучших вариантов сейчас на данный момент в стране. Потому что мы в целом компания довольно-таки внешняя. Мы работаем с 95-го года, то есть уже 28 лет на рынке. И сейчас, на данный момент, если вот даже мы говорим про фондовый рынок, про фондовый рынок слышали? Давайте просто у нас филиал откроем, а я буду директором филиала. Вы там по поводу этого покумекайте что-нибудь? К сожалению, пока такое невозможно сделать. Пока. Возможно, в ближайшее время, да. Просто, понимаете, я должен как-то вам доверять. Ну, сейчас никакого доверия нет. Ну, я же говорю, что давайте откроем у меня в городе филиал, я там стану директором. Хорошо, смотрите, вы можете приехать в любой ближайший к вам филиал. Просто видите, вы говорите, что вам далеко даже до Магадана ехать, но тем не менее, можем сделать следующим образом. Опять же, смотрите, давайте так, что-то более объективное. То есть я вам могу просто дать адреса ближайших к вам, ну, я понимаю, относительно ближайших к вам филиалов, да, можете так сделать, да, можете приехать в тот ближайший. Можем сделать следующим образом. Я вам могу дать реквизиты именно нашей компании, наших, соответственно, ресурсов, да, и уже таким образом работать, как вариант. Ну, опять же, какие нужны, может быть, какая вам нужна информация, чтобы с нами познакомиться? Ну, не знаю, это паспортные данные, где живете, это там фотографию, чтобы я понимал, сейчас с кем общаюсь. Скажите, пожалуйста, паспортные данные именно мои вам зачем? Ну, если что-то пойдет не так, чтобы я, как бы, понимал, кого мне искать. Что пойдет не так? Ну, вот смотрите, я, допустим, у меня есть свободных денег, там, 134 рубля 56 копеек. Я их, допустим, вкладываю, а через год, короче, понимаю, что и они пропали. Ну, еще раз, вы поймите правильно, я понимаю, что, возможно, вы с какими-то мошенниками ранее связывались. Возможно. Вопрос только в том, что мы действительно компания, которая работает на рынке давно. Одна из старейших компаний в целом в России. Вот на данный момент. Особенно, если говорить именно про финансовый сектор. Это не громкие слова, а абсолютно всю информацию про нас вы можете посмотреть в том, что мы в интернете. Это не проблема, это делается 5 минут. Вы можете посмотреть про лицензию ЦБ, да, ну, про все абсолютно. Вот, опять же, свои реквизиты, можете перезвонить на горячую линию, да, спросить, есть ли у вас такой сотрудник, вот, Филипп Бойцов, он мне звонил недавно. Да, конечно, вас соединят со мной. Без проблем, это делается, опять же, несложно. Вот, этого будет для вас достаточно или нет? Алло. Да, 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 Валерий, да, добрый вечер. Да, Валерий, вот, собственно, вернулся после встречи. Да, Валерий, хотел буквально один нюанс уточнить. Договарились с вами на обратную связь, вот, что хотел уточнить, Валерий, чтобы просто понимать, да, какую информацию вам отправлять, скажите, пожалуйста, в целом, если говорить, вот, то, что я выше, да, вам озвучивал, там, про нашу компанию, про наш банк и так далее, может быть, что-то предметное хотелось бы узнать? Просто я могу либо вам общую информацию отправить, либо точечную, вам как, было бы удобно. Можете просто узнать, откуда мой телефон у вас? Вот это очень важно. Стоп, Валерий, теоретически могу, теоретически. Это на что-то повлияет сильно? Да, на мой выбор. Я понял вас. Хорошо, а выбор чего? Ну, сотрудничать с вами или нет? Я-то просто знаю, куда я обращался, как я делал, что я делал, ну, и я понимаю, что, ну, мне интересно теперь, как вы на меня вышли. Валерий, просто я в двух словах объясню, ну, возможно, это моя точка зрения, я ни в коем случае не претендую на истинность, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, просто, смотрите, если вам в любом случае будет интересно, да, работать с нашей компанией, ну, может быть, такое, что, условно, все-таки будет здорово, да, посотрудничать, вам все-таки понравится наш сервис. Скажите, пожалуйста, ну, может быть, тогда и не важно, потому что, опять же, я узнаю, это не вопрос, а просто я вам сразу скажу, что ответ, на самом деле, будет довольно банальный, вот, и, возможно, он вас не удовлетворит. А кто скажет этот ответ-то? Я, я. Нет, а вы от кого получите этот ответ? От коллега. А они откуда знают? На отдел активации, они знают. Может, пусть они мне позвонят? Ну, так я говорю, я выше стою. Чем они? Да. Понятно. Блин, это, просто, я не могу понять, почему именно я? Почему именно со мной хотите сотрудничать? Валерий, тут нет, как вам, честно скажу, какой-то вот особой вот причины, просто, с точки зрения сотрудничества. Здесь, знаете, нет какого-то отбора, там, по каким-то критериям. Просто, если вам это интересно, отлично, мы, соответственно, можем предоставить вам сервис. Если это неинтересно, это другой вопрос, соответственно, ну, постараемся, если не заинтересуем, значит, не заинтересуем. Все, вот только с этой точки зрения. Больше тут никаких там двойных, тройных смыслов нету. Опять же, еще раз повторюсь, мы коммерческий банк, да, который предоставляет, ну, действительно, хороший спектр услуг, да, как по банковскому обслуживанию, так и по брокерскому. Действительно, у нас варианты интересные есть. Вот. Ну, опять же, ознакомиться можно, да, если действительно заинтересует, здорово. Если не заинтересует, ну, просто тогда в таком случае с мамой не будем звонить. Все. Ну, я же и просил предыдущих сотрудников, я говорю, можете меня не беспокоить, пожалуйста, ну, мне неинтересно все, чем вы занимаетесь. Ну, скажите, пожалуйста, ну, давайте будем объективны. Если бы вообще не было интересно, ну, возможно, могу предположить, что в банке бы вы не обслуживались. Независимо вообще ни в каком, да, возможно, и продуктами банков также они пользовались. Но, опять же, в связи с тем, что могу предположить, что, тем не менее, вы ими пользуетесь, возможно, что, опять же, наверное, исходите из какой-то выгоды. Правильно? Иначе бы вы пользовались не, там, ну, я думаю, что вы из выгоды исходите, мне так кажется. Поправьте, если не прав. Мне что дали, тем и пользуюсь, нет тут никакой выгоды. Ну, вариантов-то у нас много, согласитесь, у нас помимо большого там Сбербанка, есть еще огромное количество банков, да, там Тинькофф, ВТБ, Райфай, ну и так далее, их можно перечислять до бесконечности. Просто вот мне интересно, если вы пользуетесь, например, ну, например, я не знаю, конечно, но, например, Сбербанком, скажите просто, вас вот там обслуживание устраивает? Да. Замечательно. Скажите, а если бы вы получали, возможно, какие-то бонусы, да, не просто обслуживание, просто факт того, что там вам деньги начисляют там на зарплатную карту или там, что вы можете там какие-то операции проводить, если бы у вас бонусы какие-то были, это было бы для вас интересно? Ну, например, более выгодные курсы по валютам, более интересные отставки по вкладам, более интересные варианты по кэшбэкам, ну и так далее, это если по банку. Смотрите, если бы вы занимались вплотную мотокроссом, вот, и предлагали что-то конкретное там по к-16 или по резине, вот, возможно, вы бы меня заинтересовали, вот, но я просто не понимаю, о чем вообще речь, о каких-то... Смотрите, а при чем тут мотокросс? Я более чем уверен, что в банк, вы, извините, чтобы что-то оплатить, ходите намного чаще, чем занимаетесь мотокроссом, потому что банк это универсальная такая структура, да, то есть вы условно храните деньги на банке, да, пользуетесь карточкой и, соответственно, оплачиваете дистанционно. Ну, вам не нужно, да, там, наличку держать, например. Опять же, мотокросс это другое. Ну, я не работаю с сферой мотокросса, резины и так далее, ну, вот так получилось. Смотрите, если что-то случится, да, и интернет слетит, к примеру, вот, то теоретически я деньги ниоткуда не возьму. Нет, почему? Теоретически вы просто придете в банк и возьмете наличку, и все. Ну, я думаю, что если что-то случится, даже банк не будет работать. Не будет работать. А на мотокросс я просто сел и уехал от этой проблемы. Нет, с такой же логикой вы бензин не оплатите. Вот так вот. Бензин не оплатите. Вы же не взломаете парковку. Ой, не парковку, простите, заправку. Вы же не будете выкачивать, а тут бензин. Ну, вот то же самое. И даже если, даже если он же, опять же, ну, не очищенный, вряд ли вы это сделаете. Ну, или, ну, невозможно, короче говоря. Вот, поэтому вряд ли. В любом случае, какой-то банк работать будет, это точно. Да и опять же, с чего бы был такой сценарий, как вы его писали. Слушайте, мой дедушка, мой дедушка, даже не знал, что когда-нибудь немцы будут продолжать нас своими танками гнобить. Вот. А оказывается, видите, что случилось? Вот и я тоже в это не верил, на самом деле. Простите, пожалуйста, Валерий. Могу уточнить у вас, возможно, возможно, а может быть нет, ваш дедушка, он застал Первую мировую войну? К сожалению, нет, он Вторую мировую войну застал. Вот, а в Первой мировой войне это было то же самое. Один из участников была Германия, как раз таки. Поэтому, вы знаете, честно вам скажу, ничего тут удивительного нету, абсолютно. И, может быть, знаете, такой случай Осовец, знаете такую крепость Осовец? Вот это произошло в Первую мировую войну, когда как раз таки Германия придумали такой газ, едкий хлор. И вот травили наших солдат хлором. Поэтому, вы знаете, на самом деле, я вам так скажу, что очень странно. А потом про наших бойцов говорили, вот они, живые мертвецы, идут в бой. Да-да-да, ну вот я вам и к тому же, это Первая мировая война, поэтому, знаете, очень странно, что ваш дедушка не знал об этом. Крайне странно, потому что уже такой претендент был к тому времени. Не, не то, что не знал. Я думаю, он просто не поверил бы, что немецкие танки будут опять бороздить... Нет, ну что значит опять? Слушайте, ну опять, знаете, как из той поговорки, не опять так снова, не снова так всегда. Ну вот, тем не менее, как есть, ну, это моя история, тут не попишешь. Уже если было, значит, не отстанут, может только вот сейчас ситуация поменялась, и вряд ли они будут нападать сейчас на кого-нибудь. Ну, тем не менее, ну, опять же, я просто к тому, что я понимаю, к чему вы клоните, там, возможно, вы какой-то абсурдный случай хотите привести. Но опять же, я вам про что говорю, про то, что вы мне скажите, посмотреть это для вас будет затруднительным? Или вы прям вот вообще против каких-то выгодных предложений, против какой-то действительно выгоды? Не мошеннической какой-то вот этой схемы, где вы, как я понимаю, к сожалению, поучаствовали, а именно в действительной деловой работе с компанией, которая много лет на рынке. Честно сказать, ну, не хочу ни с чем связываться вообще. Ну, опять же, вы поймите, Валерий, это банк, здесь вы поймите, это не Шарашкина контора. Понимаете, Шарашкина контора, я бы вам просто не звонил, мне было бы стыдно. Я не такой человек, который предлагал ему ерунду. Опять же, еще раз повторюсь, давайте, может быть, знаете, как делаем? Мне несложно, я могу вам, если хотите, конечно, если дадите разрешение, я могу вам оставить свои контакты на WhatsApp и оставить реквизиты наших, соответственно, да, нашего сайта, приложений и так далее. Просто посмотрите, вы можете все посмотреть в интернете, опять же, независимо. Если, опять же, это не очень интересно, ну, значит, тогда разбежимся с вами, как в море корабли. Если же все-таки действительно найдете плюс в этом, да, и поймете, что мы компания надежная, ну, отлично, значит, попробуем поработаться. Как считаете? Нет, давайте разойдемся, как в море корабли. Хорошо, хорошо, я вас слушал, Валерий, тогда хочу вам пожелать добрый вечер. Да, спасибо большое, до свидания. Продолжение следует...